всем привет с вами дэксник играя кровь и вино ведьмак не продолжаем следуем за птицей которые вену вроде она превращается не чай и выясним это блин потеря задолбали уже птица улетела за холм быстрее будет пройти через пещеру ты кто такой фехт вихт так помедитируем немножко птицы нигде не видно любит гулять ночью на поляне в лесу может она и сейчас там и ведьмак госпожа вивиена рассчитывала что я погиб да думала ты такой же как эти рыцари любитель турниров бессильный против настоящей опасности я ошиблась значит все таки ты не брукса никто я подозревал что ты можешь быть вампиром из-за некоторых деталей но я ошибся и не важно ты часто бываешь на этой поляне ты прав здесь все началось раз уж я не смогла тебя укрыться то хочу чтобы завершилось все именно здесь на этом месте и без свидетелей что завершилось ты ведьмак тебя наняли меня убить верно так что сделай это сейчас и побыстрее прошу тебя я не стану сопротивляться нифига у него серого ведьмаке охотится только на чудовище и то не на всех ты не чудовище кто же я тогда по твоему скорее всего ты была проклята еще не знаю кем и почему но надеюсь это узнать подожди я не понимаю раз никто не давал на меня заказы то откуда этот интерес гильон тебя натравил он хотел помочь и попросил меня об услуге но если я могу тебе помочь я и сам сделал бы это с удовольствием почему я должна тебе доверять мне доверяет княгиня я тоже вырода и такие случаи для меня хлеб насущный выбирай что больше нравится ты не используешь мою историю против меня пообещай что никому не расскажешь тебе нечего бояться я хочу тебе помочь и ничего никому не скажу если только не решу что без этого не обойтись хорошо я повторю что мне когда-то рассказывала мама когда она носила меня под сердцем они с отцом часто проводили время на опушке леса на этой самой поляне мама обожала пение и волги гладила живот и говорила как бы я хотела чтобы моя доченька была так же прекрасна как эта птица но в лесу жило существо которое завидовало счастью моих родителей однажды она явилась и сказала что весь лес принадлежит ему и никто не смеет здесь радоваться без его соизволения чудовище захотела платы а когда родители сказали что у них ничего нет ответила что заберет их нерожденную дочь родители описывали это существо они называли его нимфы рожденный в чаще леса без матери и отца но когда все началось я была слишком юная несчастна чтобы расспрашивать что случилось потом сначала ничего я родилась обычной девочкой и родители забыли об этом происшествии но когда мне исполнилось пятнадцать начало проявляться проклятие сначала только в полнолуние а теперь дошло до того что даже днем я использую магическую мазь чтобы выглядеть обычно поэтому я подумала что мой секрет раскрыт и тебя наняли меня увидеть на самом деле когда я шла сюда я уже примирилась со смертью может лучше умереть чем обратиться навсегда а я думаю что грозит мне именно это мазь которую ты используешь очень сильное магическое средство применять его в больших количествах или слишком долго может быть опасно я чувствовал это я знала что однажды придется от нее отказаться и навсегда проститься с человеческим обликом возможно проклятие получится снять у меня был случай с бароном которого обратили в баклана я смог полностью его излечить и ты смог бы сделать то же самое со мной ничего не обещаю твой случай очень сложный ты была проклята еще до рождения кроме того как ты говоришь симптомы прогрессируют можно попробовать перенести это проклятие на другого что это исключено я не стану подвергать опасности невинной жизни это единственный способ единственный абсолютно безопасный значит есть и другой есть и другой древний ритуал с использованием яйца и волги он должен навсегда освободить тебя от проклятия но может иметь для тебя очень серьезные последствия последствия какие чары наложили еще до твоего рождения ритуал перенесет проклятие с тебя на не вылупившегося птенца и волги а ты освободишься но возможно ты проживешь ровно столько сколько обычно живет и волга а но и Идя сюда, я была готова к смерти. А ты хочешь дать мне семь лет настоящей жизни. Это нетрудное решение. Я согласна. Конечно, согласна. Без колебаний. Понимаю. Но пока рано принимать решение. Подумай ещё. Подумаю. Меня, наверное, уже ищут на турнирном поле. Возвращаемся? Нет, я останусь тут ещё ненадолго. Как хочешь. Тогда увидимся завтра. И мы увидимся в следующей серии тоже. Всем пока. С вами был Dexnik. И игра, видимо, кровь и вино.